Здравствуйте, дорогие выпускники! Меня зовут Вера Юрьевна Чичигинарова. Я учитель английского языка Сахаполитехнического лицея. Сегодня мы разберем суффиксы существительных из раздела 4 грамматика и лексика, словообразование. Это второй блок, номера 26 и 31. Задания 26 и 31 направлены на проверку знаний основных способов словообразования и навыка их применения. Экзаменуемым предлагается прочитать текст с пропусками. Учащимся надо определить, какая часть речи пропущена, и преобразовать слова, напечатанные заглавными буквами, в конце строк, обозначенных номерами 26 и 31, так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста, а затем заполнить пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 26 и 31. После выполнения заданий 26 и 31 необходимо перенести ответы в бланк ответов номер 1 и записать в строки, соответствующие заданиям 26 и 31. За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Максимальный первичный балл заданий группы 26 и 31 – 6 баллов. Рекомендации к выполнению заданий 26 и 31. Прочитайте быстро весь текст, чтобы понять основное содержание текста. Прочитайте внимательно еще раз предложение, в котором находится пропущенное слово, и определите, какую часть речи требуется вставить – существительное, глагол, причастие или герундий, прилагательное или наречие. Вспомните соответствующие словообразовательные элементы, то есть суффиксы, префиксы и окончания. Спросите себя, в положительном или отрицательном значении употреблено это слово. Возможно, вам понадобятся приставки и суффиксы с отрицательным значением. Если требуется образовать существительное, определите, в каком числе оно должно стоять – в единственном или множественном. В этом вам помогут артикли и формы глаголов. Перечитайте весь рассказ и убедитесь, что вставленное вами слово грамматический и лексический соответствует содержанию текста. Спросите себя, в положительном или отрицательном значении употреблено это слово. Возможно, вам понадобятся приставки и суффиксы с отрицательным значением. Если требуется образовать существительное, определите, в каком числе оно должно стоять – в единственном или множественном. В этом вам помогут артикли и формы глаголов. Перечитайте весь рассказ еще раз и убедитесь, что вставленное вами слово грамматически и лексически соответствует содержанию текста. Проверьте, нет ли в ваших ответах орфографических ошибок. Перенесите ваши ответы в бланк ответов номер 1, задание 2631. Проверьте, правильно ли вы записали ответы в бланке. При переносе ответов в заданиях 2631 буквы записываются без пробелов и знаков при пинании. И еще, ребята, нужно обратить внимание, что ответы мы должны писать за главных букв. Рекомендуемое время на выполнение этого задания – 10 минут. Управлять правительство. Иногда, когда вы написали основные слова, когда вы добавляете suffix. Сайкл – циклист. Аргю – аргумент. Билдер, строитель, драйвер, водитель, teacher, учитель, waiter, официант. Employee interview pay train. Employee – служащий, interviewee – дающий интервью, payee – получатель денег, trainee – практикант, стажер. Act, educate, instruct, visit. Act – актер, educator – педагог, instructor – инструктор, visitor – посетитель. Apply, assist, consult, study. Applicant – заявитель, assistant – помощник, consultant – консультант, student – учащийся. Art, cycle, guitar, journalist – artist – художник, cyclist – велосипедист, guitarist – гитарист, journalist – журналист. A cooker – machine that cooks things. То есть a cooker – это кухонная плита. A calculator – a machine that adds. То есть a calculator, ребята, это калькулятор. То есть это не является профессией и не относится к работе. Nouns that end in ER often have an active meaning and nouns that end in E have a passive meaning. For example, a payee is the person who is paid, not the person who pays. We often add –ism to nouns and adjectives to describe a belief or a set of ideas. Social – socialism, nation – nationalism, impression – impressionism. For example, China, Malta, Portugal, Vietnam. Suffix is Chinese, Maltese, Portuguese, Vietnamese. Italy, Hungary, Russia. Suffix – Italian, Hungarian, Russian. Finland, Poland, Spain, Turkey. Finnish, Polish, Spanish, Turkish. The Netherlands – Dutch, Greece, Greek, France, French. Next. Nouns from verbs and adjectives. Argue – govern, move, treat. Suffix – meant. Argument – argument, спор. Government – правительство. Movement – движение. Treatment – лечение. Communicate, educate, produce. Suffix – iom. Communication – разговор. Education – образование. Production – производство. Examine, explain, inform, invite. Suffix – session. Examination – examine. Explanation – объяснение. Information – информация. Invitation – приглашение. Decide – discuss. Suffix – iom. Decision – решение. Discussion – обсуждение. Discussion – дискуссия. Next. Blind – dark, happy, ill. Suffix – ness. Blindness – слепота. Darkness – темнота. Happiness – счастье. Illness – болезнь. Able, active, equal, national. Ability – способность. Activity – активность. Equality – равенство, равноправие. Nationality – национальность. Distant, ignorant, important. Suffix – ends. Distance – расстояние. Ignorance – невежество, незнание. Importance – важность. Different, independent. Silence – suffix – ends. Difference – разница, разичие. Independence – независимость. Silence – тишина. Next. Practice. Complete each sentence with nouns formed from verbs in box A and suffixes in box B. Okay. For example, my best friend is studying Chinese at university. China – and suffix – is. Okay. Debbie is working as a – for the local newspaper. Okay. Journal and East. Journalist. Next. Mexico gained its form Spain in 1821. Independence. Okay. Chicken pox is and which often affects young children. Chicken pox – это ветрянка. Okay. Illness. Okay. Next. Mrs. Greenberg isn't here today. Would you like to speak to her? Okay. Gay assistant. Next. Don't let Carla cut your hair. She's only hair, so she's not very experienced. What is it? Вы можете потренироваться с данными упражнениями, скачав презентацию с нашего лицея. Для закрепления вы можете в свободное время делать кроссворд. Close across – это по горизонтали. Close down – это по вертикали. Например, the opposite of similarity, то есть противоположность антоним слова similarity. это difference that when you decide something number eight decision решение a test where you are examined on something examination someone who applies for something for example a job applicant number 14 the language spoken in poland polish it governs a country government правительство a person who who you pay money to pay you close down something who studies a college student a person who rides a bicycle cyclist number two worries для подготовки мы вам рекомендуем пособие издательств macmillan и кембридж желаем вам удачи удачи